В Чебоксарской детской музыкальной школе номер один идет капитальный ремонт. Два года назад здесь полностью обновили фасад здания. Теперь строители вплотную занялись первым этажом. На эти цели из городского бюджета выделили почти 3 миллиона рублей. Что уже удалось отремонтировать и укладываются ли строители в сроки, расскажет Евгения Зиновьева. Капитальный ремонт первого этажа в Чебоксарской детской музыкальной школе номер один начался в июне и уже движется к логическому завершению. Под замену попал потолок, теперь он подвесной. Старые обшитые дермантином двери от звукоизоляции уже не спасали. Их демонтируют и в начале августа поставят новые. На пол строители укладывают керамогранитную плитку. Новый облик должен создавать ощущение, что школа – это дом, в котором живет музыка. Раньше у нас здесь был гардероб, он был очень старым, некрасивым. Сейчас здесь предусмотрена замена полностью помещения. Ремонт будет произведен с дверями, также красивыми, чтобы все было в едином стиле с кабинетами. Предусмотрены будут ниши для каждого ребенка. Для старших классов повыше, для младших классов пониже. Прежде чем установить в вестибюлю новый потолок, строители поменяли здесь всю электрику. Еще через пару недель на входе в учебные заведения появится турникет и металлодетектор. За безопасность будет отвечать и новая система видеонаблюдения. Камеры в коридорах установят так, чтобы не было слепых зон. Ни с заказчиком, ни с материалом, ни с проектными делами вопросов нет. И все решаются они очень быстро. Технологически, если требуется, выйти в выходные, чтобы здесь никто не мешался. И работать после пяти – работаем, конечно, работаем, чтобы успеть в сроке. По заверению подрядчиков, сроки они укладываются и даже постараются завершить работу на две недели раньше, чтобы педагоги уже в середине августа повесили занавески в классах и расставили инструменты по местам. В этом году на капитальный ремонт учреждений культуры города выделено 50,5 миллионов рублей. Строители меняют окна и двери, красят полы и стены, благоустраивают прилегающую территорию и где-то меняют систему отопления. Модернизация коснулась семи учреждений дополнительного образования, двух библиотек и ДК «Салют». Евгения Зиновьева, Виктор Степанов, Вести, Чебоксары.